здравствуйте сегодня у нас 26 февраля и мой канал начинает приближаться круглой круглому числу подписчиков тысячи подписчиков вот и к этому событию я хочу приурочить розыгрыш семян томатов вот что же надо будет сделать чтобы поучаствовать в розыгрыше семян томатов это будет абсолютно бесплатно надо просто посмотреть это видео до конца быть подписчиком моего канала или подписаться на канал а также поставить лайк написать комментарий в комментарии прошу написать что хочу участвовать в розыгрыше или участвую в розыгрыше ли тоже хочу получить семена в общем как-то обозначить то что вы хотите участвовать в розыгрыше комментариев можно писать не по одному сколько захотите также хочу сказать что количество призов будет зависеть от количества ваших комментариев То есть за каждые 15 комментариев я добавляю одно письмо, так один приз дополнительный максимум, может быть разыграно 10 призов. Также состав каждого из призов может меняться в зависимости от количества лайков. То есть чем больше видео наберет лайков, тем соответственно больше сортов будет находиться в розыгрыше. Вот я тут себе сделал шпаргалочку, получается 15 комментариев плюс один приз, максимум может быть 10 призов. И плюс каждый, ну соответственно сразу разыгрывается один сорт, плюс 15 лайков на видео я добавляю в розыгрыш, ну победителям плюс один сорт в призы. Вот, теперь дальше. Какие будут сорта, в принципе, возможность выиграть? Для этого мы опустимся ниже и я вам покажу те сорта. Возможно я еще вставлю картинки и дам ссылки на видео, потому что все эти сорта я выращивал у себя, все эти сорта я собирал сам. И эти семена, в общем, заготовлены мной, ну как вы видите, 18-19 года, ну и 20, какие-то 20 год. Вот, но эти семена все, они хорошо прорастают у меня и я буду 8-го числа сажать, ну точнее не сажать, а замачивать, ставить на проращивание более 95 сортов. Это я тоже буду записывать на видео. Итак, какие же сорта можно выиграть? Это те сорта, которые у меня росли, показали себя достаточно неплохо. Это сорт Большой Пламбир, я выращиваю уже не один год. Он у меня растет, рос в открытом грунте, также в закрытом грунте, я думаю, он себя тоже в теплице покажет хорошо. Он достаточно урожайный, белоплодный томат, мясистый, бифштексный, вот. Ну, сразу хочу сказать, что у нас опылители, основные опылители на даче это шмели. Шмели опыляют, поэтому при посадке семян могут быть сюрпризы. Я вот некоторое время сажал Большой Пламбир, у меня получались когда белоплодные, когда красноплодные томаты. Но очень интересные, интересные. Вот, следующий сорт многим хорошо известен. Это сорт юбилейный Тарасенко. Он относится к мультифлорам, то есть большие кисти с большим количеством томатов. Томаты в районе 100-150 граммов с носиком, очень хороши для консервации. Следующий сорт относится к одним из моих любимых сортов. Очень мясистый, вкусный сорт. Вольф Зосия, там томаты крупные достаточно. У меня даже фотографии на моем канале. Вот видите, целый угол. Это вот вольф Зосии. Я собираю их не совсем вызревшими, так как их удобнее перевозить, соответственно, на сдаче домой. Они не мнутся, да и другие томаты начинают зреть быстрее. Он для теплицы подходит, но в этом году и в открытом грунте он у меня рос. Вот, если его обрабатывать от фитофтора, будет вообще прекрасно. Следующий сорт. Это Харвард Сквер. Это бекалор полосатый, зеленоплодный, с розовым центром. Очень сладкие плоды. Также он относится к мультифлорам. То есть, большие кисти томатов. Томаты где-то от 100 до 200 грамм, но скорее более мелкие. Очень сладкий томат. Всем рекомендую. Рос в этом году в открытом грунте. Одна кисть достигла даже 2 килограммов. В следующем году хочу новый сорта попробовать. В этом году не сажаю этот сорт. Пайнэпл Зебра. Очень хороший сорт. В этом году мне в прошлом, позапрошлом году, да, вот в прошлый сезон я как раз сажал этот сорт от своих друзей украинцев. Мы с ним поменялись семенами. Вот, я эту ситуацию на Украине, конечно, не одобряю. Я против этого всего. Но и не хочу затрагивать политические темы на своем канале. У меня канал все-таки больше развлекательный, огородный, для тех, кому интересно именно садоводство. Пайнэпл Зебра. В этом году первый год сажал достаточно урожайные и вкусные томаты. Темноплодные, полосатые, очень вкусные. Вот, следующий сорт Стэнли Бекалор. Очень вкусный, с фруктовым вкусом, с привкусом даже каких-то экзотических фруктов. Бекалор, оранжево-желто-розово-красный, вот, больше желто-розовый. Очень вкусные, достаточно крупные, граммов по 400. У меня разрастались они несколько лет, и только после этого они показали свою урожайность. Следующий сорт Красное Маслое Сердце с гигантскими гофрированными сердцами. У меня они вызревают не совсем равномерно, но для заготовок это просто то, что надо. Томат исключительно для теплиц. Очень крупные, около килограмма один томат. Кто любит крупные томаты, кто любит сердцевидные томаты, это все будет очень интересно. А, Стэнли у меня, конечно, это, ну, значит, будет 13 сортов. Ну, 14 сортов, найдем еще какой-нибудь сорт, не проблема. Сорт Хурма НК, это Бекалор. Я его купил в магазине, из магазинов семян сажал, ну, и размножил свои семена. Хурма НК, очень вкусные, очень красивые томаты, мне очень понравились. Следующий томат Гостинец, томат зеленоплодный. На разрезе этот томат где-то четырехкамерный. Бывают плоды и покрупнее, с большим количеством камер. Томат зеленоплодный, при созревании он золотисто-желтый. На разрезе абсолютно зеленый. Один из сладчайших томатов. Семена тоже из магазинных. Однако, они проверенные и мне очень нравятся, вкусные. Вот, ну, такого размера томата в теплицу я сажать не хочу, а они именно тепличные. Вот, я хочу пробовать больше новых сортов. В этом году у меня даже многие из проверенных сортов не влезают в теплицу, так как очень хочется посадить много разных. Следующий сорт Красный Уголь или Ред Хар Коал, тоже из магазинных семян, но он мне очень понравился. Томаты очень вкусные, некрупные, где-то, может быть, 100-100 грамм, до 100 грамм шаровидной формы с антоцианом. Очень красивый, куст очень мощный, ну, наверное, максимум лучше в три ствола вести, ну, и минимум в три, наверное, лучше вести его в три ствола. Очень вкусные томаты. Следующий сорт также относится к зеленоплодным томатам, очень урожайный, томаты плоскоокруглые. При созревании с желто-розовым румянцем, такие, как бы это сказать, болотно-зеленого цвета, очень сладкие, если дозревают на кусте. Сорт для теплицы. Очень вкусный, просто безумно. Первый раз тоже брал магазинные семена, сейчас у меня, конечно, уже свои семена этого сорта. Следующий сорт – это томат Blue Beauty или голубая прелесть или голубая красота. Томаты этого сорта я в прошлом году не посадил, вместо него я сажал Black Beauty, но Blue Beauty мне нравится намного больше. В этом году обязательно его буду сажать. Буду пробовать выращивать в открытом грунте, хотя в прошлые года выращивал его именно в теплице. Безумно вкусный и сладкий сорт. Томаты не очень высокие по сравнению с другими томатами, может где-то метра полтора, там 1,7 метра в теплице, не выше. Куст хиленький, томаты достаточно крупные, ну, граммов 250 примерно. Очень красивые, ровные формы, формы как шайбочки, очень вкусные, очень сладкие. Ну, и гостиниц тоже был, да, ну, получается 12, 12 сортов. Ну, ладно, в принципе, если что, я два каких-нибудь сорта еще найду в своих запасах, если что. Ну, посмотрим. Все зависит от количества лайков, от количества комментариев. Теперь дальше. Хочу сказать, как будут определяться сорта. Вот, ну, допустим, наставите вы лайков на 10, там, или 8 сортов. Как я буду определять сорта. Я сделаю вот такое колесо фортуны. Вот такое колесо фортуны. И вот, например, нажимаем, смотрим, там крутится колесо. И выпадает там сорт, например, ну, например, номер 11. Я его откладываю. Нажимаю на кнопку S. И он убирается, зачеркивается, видите. И я его уже, допустим, вкладываю в призы, во все письма, которые буду отправлять тем, кто выиграл. Вот. А выигрыш буду определять рандомайзером, соответственно, по комментариям. Теперь пройдемся дальше. Так. Ну, на эти сорта я также оставлю ссылки на видео, если у меня на канале были видео по этим сортам. Отдельные. Потому что для некоторых сортов отдельных видео у меня не было. Когда будет проходить розыгрыш? Розыгрыш будет проходить в воскресенье 6 марта. 6 марта я проведу, сниму на видео. И, соответственно, после этого это видео выложу. Вот так как у меня телефон, я буду снимать, соответственно, на телефон. Потом выложу результаты розыгрыша. Почта моя, куда мне можно будет писать с тем, что вы выиграли, будет описано в описании к видео. Ну, либо можете мне писать на ютубе. Вот. Ну, конечно, лучше, наверное, писать мне по почте. Ну, и, соответственно, в теме письма напишите, что розыгрыш. В письме обязательно укажите свой ник на ютуб, чтобы я знал, кто выиграл, что это именно тот комментарий, который выиграл. И почтовый адрес, куда отправить письмо победителю. Ну, в общем-то, на этом все. Желаю вам удачи выиграть. Это все абсолютно бесплатно. Пересылку я буду оплачивать сам. Это, в общем, поможет мне набрать мою целевую аудиторию. Вам поможет выиграть семена томатов интересные, в том числе и сортовые, проверенные, которые я выращивал у себя на участке. В общем-то, все от этого только выиграют. Я наберу подписчиков, получу комментарии, а вы, соответственно, выиграете, получите шанс выиграть семена. Всем спасибо и увидимся на моем канале в следующих видео.